Всем привет, меня зовут Данило, я гражданин Украины. Я буду говорить на русском языке, извините меня, будь ласка, чтобы они зрозумели гражданин России и Беларусь. Сейчас я нахожусь в Варшаве, в Польше. Никому не секрет, что я находился на территории Российской Федерации последний год. Я хочу ответить на много вопросов. И первый, почему я молчал? Так как я находился на территории Российской Федерации, там действует закон. По поводу того, что если я буду как-то высказываться, и если скажу, что это не спецоперация, а война, меня посадят на 15 лет. Это в лучшем случае. Поэтому я молчал. Мне нужно было время, чтобы выехать с территории Российской Федерации. Что же происходит сейчас на территории моей страны? Что же происходит с моими родственниками, с моими друзьями? Мои родители остались без дома, потому что дом расстреляли, вынесли все с дома. Расстреляли машины и убили мою собаку, с которой я жил с 6 лет. Расстреляли моего двоюродного дедушку, который пытался выехать по зеленому коридору в безопасную точку. Он жив, но получил ранение. Родители мои остались без бизнеса, потому что один из них разворовали, второй подорвали. Что же сейчас происходит на территории, где я живу, на территории моей страны? Я живу под Киевом. Я прописан под Киевом в городе Буча. У моих родителей был бизнес в городе Гастомель. В 20 лет, на день рождения моего 20-летия, на день рождения моей мамы и на день рождения моей сестры, никогда бы не мог подумать, что произойдет вот то, что произошло. Сегодня 22 марта, и это ужасно. Мой дядя находится в Киеве, моя бабушка с дедушкой находятся в Киеве, мои друзья все находятся в Украине. Только моя сестра смогла выехать в Польшу. Я с каждым днем просыпаюсь с мыслью только о том, живы ли мои родители. Я уже молчу про то, что все, что они делали и строили всю свою жизнь, рухнуло за 2 недели, за 3 недели. Просто все взяло и рухнуло. Никогда бы не мог подумать, что в 20 лет я буду мечтать только о том, чтобы мои родители, мои друзья, мои родственники были просто живы. Почему же молчат многие русские блогеры? Да потому что их можно понять. Они находятся на территории Российской Федерации. Если они будут что-то говорить, то их просто посадят. У меня очень много знакомых с Российской Федерацией. И очень много знакомых помогают украинской армии. Делают пожертвования украинскому народу. Никогда бы никто не мог подумать, что в 21 веке будет война. Полномасштабная война. Я называю это не спецоперация войной, потому что это война. Нет никакой спецоперации. Потому что, как я говорил ранее, дома больше у меня нет. Нет больше бизнеса у родителей. Слава Богу, родители есть. Нет больше моей любимой собаки. И много того, что я любил и что я люблю до сих пор. Как я переживаю это все? Я переживаю очень тяжело. Потому что первых 4 дня я просто молился, чтобы мои родители были живы. Чтобы мои родственники были живы. Мои друзья были живы. Я старался помогать как мог. Я думаю, ни у кого больше не осталось вопросов, почему я молчал. И многие блогеры, которые находятся на территории Российской Федерации, еще не выехали или не собираются выезжать, молчат. Потому что они не хотят попасть в тюрьму. На 15 лет. В лучшем случае. И на свой день рождения, будучи маленьким, я загадывал, что хочу там, не знаю, квадроцикл или какую-то машинку, чтобы мне ее там подарили позже. Чтобы я закончил школу. А сейчас я пожелал, чтобы мои близкие и родные были живы. И если у вас остались вопросы, люблю ли я свою страну, да, я люблю свою страну, и я горд, что я украинец. Слава Украине!